Здравствуйте, друзья! Вы смотрите «Литературную дуэль». С вами Алексей Марков. Текст сегодня востребован как никогда. Блогеры становятся графоманами или графоманно-блогерами, или просто люди-блогерами, блогеры-людьми и так далее. В общем, происходит какой-то очень сложный процесс. Осталось ли место для серьезных авторов под солнцем диджитализации и в сетях социальных? Какая она новая литературная реальность? И какие условия она диктует? Есть ли у нее будущее? Вот об этом поговорим сегодня вместе с литературным критиком, преподавателем Литературного института имени Горького и редактором журнала «Вопросы литературы» Сергеем Чередниченко. Здравствуйте, Сергей! и литературведом, литературным критиком, доцентом РУДН Анной Жучковой. Анна, здравствуйте! Россия, похоже, становится пишущей страной. Книг издается какое-то невероятное количество. Стирается ли пропасть, на ваш взгляд, между дилетантами и профессиональными авторами, профессиональными писателями в связи с этим? Россия всегда была пишущей страной. Она ничего не становится, она была. Это так кажется. Россия всегда была пишущей страной, и можно вспомнить, отвечая именно на ваш вопрос о дилетантизме и профессионализме, царско-сельский лицей, где учился Александр Сергеевич Пушкин, где была программа обучения литературного мастерства. Ну там их сколько было-то? Вы знаете, это хороший вопрос, сколько вообще читателей и сколько писателей должно быть. Мне кажется, состояние современной словесности, когда книга интеллектуальной прозы, допустим, выходит тиражом 3-5 тысяч экземпляров, это нормальное состояние. А книга стихов, сборник стихов, выходит максимум тиражом тысячи экземпляров. И это тоже нормальное состояние, совпадающее с тем, что было в начале 19-го или в начале 20-го века. А книга «Как фотографироваться» для Инстаграм выходит тиражом 10 тысяч экземпляров. Это да, но это инструкция. Поваренная книга какая-нибудь тоже выходит тиражом наверняка большим. И просмотров у кулинарных рецептов на Ютьюбе тоже, наверное, миллионы. Но тем не менее, я думаю, что, конечно, нужно учить литературного мастерства, потому что это особенная профессия, требующая огромных знаний, огромных навыков, опыта. И человеческого, и жизненного, и эстетического, самое главное, опыта. Ну, вы говорите, Россия была всегда пишущей страной. Вы согласны с этим? Ну, допустим, сейчас она действительно становится пишущей страной, и общее образование в советское время, получается, прошло не напрасно. Теперь все хотя бы умеют писать. Другой вопрос — умеют ли все читать. Вот с этим большие проблемы, потому что профессиональное, вдумчивое, ну, или хотя бы внимательное чтение — это, конечно, тоже мастерство. Хотя бы внимательное. Там слышат нотки. Ну, да, и тем более Facebook сейчас показывает, что люди читают себя. То есть они читают комментарии другого человека, но слышат себя. И вот так, чтобы вдумываться в другого, вчитываться в книгу, вот такие бы курсы вести. А что это значит? Можете поподробнее здесь? Читают комментарии другого человека у себя под постом или где? Где угодно, но они читают не то, что там написано, не то, что хотел сказать другой человек. Они читают то, что им показалось, что сказано. И вот эти постоянные выяснения, они же от того, что мы не умеем слышать другого, не умеем быть внимательными к другому. Вы имеете в виду холивар? Да, да, я просто думала, какое хорошее слово подобрать. Ой, холивар, я его узнал недавно, мне кажется, оно прям... Это старое слово, еще из интернета 2000-х годов, когда он только начинался. Я как раз из интернета 2000-х годов, поэтому... Почему я задаю этот вопрос, становится ли Россия пишущей страной? У меня есть ощущение, что было какое-то время, даже это не время, это какое-то безвремение было. Не было ни тем, не было каких-то ярких имен. В литературе? Да, последние 10-15 лет, может, я плохо следил, но 10-15, да. Но почему-то было ощущение, что была какая-то пустота, какой-то вакуум, и не было писателем, о чем писать. Они как-то по инерции доезжали, дописывали что-то после Чехова и Достоевского, не знаю, кого еще, Давида Самойлова, еще кого-нибудь? Или я не прав? Вот скажите мне, я к вам как к критикам сейчас. Я думаю, что нет, в данном случае вы не правы. Каждые 10 лет в литературе появляется, ну, может быть, каждые 15 лет, в литературе появляется новое поколение. И, как правило, это люди, которые приходят со своей темой. Часто именно тема двигает новое поколение вперед. Например, в начале 2000-х годов такой темой для многих молодых писателей была Чеченская война. Захар Прилепин, один из самых известных современных писателей, начинал именно с этой темы. Ну, и еще можно привести ряд имен, которые сейчас, может быть, уже забылись, да, и эти люди даже и не пишут. Но, тем не менее, это была тема. Сейчас очень много новой, так сказать, женской прозы, которая приходит с темой феминизма или просто равенства женщин, или просто такого живого женского слова. Это тоже вот тема, которая ведет новое поколение писательниц, авторок, как они себя называют. И получается, что между Чеченской войной и вот этой фем-повесткой и... Пропасти не было, нет. Не было. Не было пропасти. Там было все такое какое-то... Это я говорю о новинках, скорее. Подождите. Она со мной согласна. Я с вами соглашусь. Что-то было такое все. Да, такое все какое-то зыбкое, непонятное, потому что поколение, может, и приходит, но их не всегда слышат. Например, как в эпоху публикаторства, когда стали печатать то, что раньше было запрещено, то поколение было неуслышано. А что у нас произошло? У нас получилось, что после 91-го года пришла литературная такая повестка определенная, такая постмодернистская, такая вот либеральная, и 30 лет сохранялась. Сейчас я читаю там Кукулина. А вы сейчас про кого говорите? Я сейчас скажу пока что про критику, например. Ля Кукулин пишет сейчас по поводу Нью-Йоркского обхода Стейсина, который в том году получил премию НОС, пишет статью, что мы, конечно, понимаем, что мы деконструируем личность. Это риторика, я не знаю, нулевых годов, 90-х. Так вот, что получилось, что в литературе, когда пришли нулевые годы, захотели нового, захотели обновления. И это бы совпало с западной тенденцией, потому что, как писала Линда Хатчо, он в 2002 году постмодернизм закончился, а она теоретик постмодернизма видный. И наши в это же время... Почему не в 2002? Ну, это так. Это она так написала. Там, скорее всего, даже какой-нибудь четвертый. Да, да, да. Она в втором переиздании своей книги «Политика постмодернизма» в предисловии написала, что вот он все, умер. А у нас примерно в это же время, не сговариваясь, разумеется, об этом писали Сергей Бочаров, Владимир Новиков, что постмодернизм и так-то не очень богат был. Но в русском изводе и вообще оказался весьма примитивен. Как то у нас постмодернисты. Вот понимаете, какое дело? Он должен был закончиться, а он не закончился, потому что вот до сих пор даже проговаривалась повестка, что у нас нет иерархии, нет канона, нет этики, что... Александр Гаврилов, культуртрегер, читал два года назад, я слушала лекцию для студентов, так он им там впаривал, извините за выражение Барта, как новое руководство для чтения. Вот вы вот все текст неправильно читали, а Барт, который 50 лет об этом писал, вот правильно. То есть мы отстали, отстали очень сильно. И я могу сказать, так что вот ваше ощущение, что как бы вот оно не было, где общее движение литературы, оно верное. Но тут есть... У меня было ощущение, что есть «Чапаев и пустота», и все, и дальше «Пустота». Я согласен с Анной, что в принципе постмодернизм как движение в литературе, как мейнстрим, наверное, закончился. Действительно, это... Есть такое ощущение, что мы в новом каком-то совершенно эоне литературном живем. Но при этом остались постмодернисты, которые по-прежнему работают в той же технике, в той же поэтике. И «Чапаев и пустота» — это роман начала 90-х годов, но Пелевин пишет и сейчас, и практически каждый год выпускает по-новому роману. То же самое можно сказать и о Владимире Сороке. Ну, не каждый год, но раз примерно в три года он выпускает вот образцовый постмодернизм. Да, и вообще один из умнейших писателей современной России, с чем Анна наверняка не согласится. Да умнейший, пожалуйста. Мне просто не нравится, что он ненавидит Россию, а так-то, пожалуйста, можно быть и умнейшим. Я думаю, что у него просто нет чувств. Просто нет чувств. Да, ни любви, ни ненависти. У него осталось только игра с тилями. И он получает премию НОС за Монорагу в каком-то вот тоже там два года назад. Вот это я и говорю, что постмодернизм задержался. Но они же рождаются. Просто он стал субкультурой, скорее, я бы так сказал. И премия НОС — это субкультурное явление. И кряк Ирины Прохоровой, субкультурное явление. Нет, это больше, более серьезные институции литературные, которые действительно многие управляют. Хотят управлять. Хотят управлять. Но вот, я продолжу твою мысль, что пока они там сверху управляют, ведь рождаются же писатели и живут, и размножаются, хотел сказать. Отлично. Бывает и такое, что размножаются. Сережа сказал про женскую прозу, да. Плюс еще что у нас есть? У нас есть отличная, больше развивающаяся мифа-проза. То есть скрещение литературы. Нет, нет, это серьезно. Это поиск нового объяснения. Ведь после постмодернизма пришла, условно говоря, такая философия метамодернизма. Что это? Расскажите. Мета. Очень модное слово. Мы только разобрались с постмодернизмом, а он закончился. Мета, что это? Мета, это значит сверх и над, и между. От метоксис. И получается, что он после постмодернизма, и он при этом между модернизмом и постмодернизмом. А это важно, потому что мы свой модернизм в 20-е годы не договорили. Ага, попью воды немножко. Вот, и сейчас мы можем договорить свой модернизм, и у нас появляется неомодернизм. Например, Дмитрий Данилов замечательный автор, я думаю, классик, я думаю, классик, вот, можно так называть. Алла Горбунова, отчасти, вот, Александра Николаенко, если она в традиции Саши Соколова продолжает. А что у них за тема-то? Это очень хорошая тема, о которой говорит Анна, я тут вот совершенно согласен. Дело в том, что из-за политической, экономической ситуации русская литература в 20-м веке несколько раз была как бы остановлена на самом скаку. Серебряный век был прерван революцией. Развитие литературы в русском зарубежье в 20-е, 30-е годы было остановлено Второй мировой войной, когда фашисты входят в Париж, и главный журнал русского зарубежья закрывается в июне 40-го года. И в каком-то смысле мы действительно должны договорить вот этот модернизм, который не был завершен, ну, как бы логически внутри самой литературы. И действительно такие авторы появляются в та же самая Александра Николаенко, которую Анна упоминает, когда ее роман получил Букировскую премию, ее стали сравнивать с Андреем Белым. А это как раз начало 20-го века. То есть вот такое кольцо в масштабах столетия действительно существует. Но еще большее кольцо закругляется, это был ион, так называемый. Ирина Роднянская писала о конце иона. То есть, по сути, мы сейчас возвращаемся к дохристианскому восприятию жизни, потому что большие нарративы не работают. То есть мы больше не верим в большие идеологии. И мы этот вот виток завершаем, начинаем новый. Отсюда эзотерика. Отсюда все. Пышным цветом. Да, отсюда ваши вот эти блогеры-графоманы. То есть, то, что они растут от земли, это хорошо, пусть все пишут. И мы вот сейчас завершили как бы ответ на наш первый вопрос. Пусть пишут, потом что-то вырастет. То есть в начале витка все вот такое, как вы и говорите, все цветет. Это сеют они сейчас, да? Да, да, уже прорастают, уже прорастают. Я недавно читал о том, что репу раньше, так как у нее очень маленькие семена, было тяжело сеять. И репу сеяли ртом, вы знаете об этом? То есть плевали. И были специальные плевальщики, которые... Причем это были голые девушки и женщины. А, серьезно? Да. Почему? А пшеницу сеяли мужчины, ну, желательно тоже голые, ну, или хотя бы в ношных портках, чтобы плодородную силу передавать. А репка, она похожа на женщину. Вот что такое мифологизм. Ребята, очень интересно. А если парни подглядывали, то и потом было, ой-ой-ой. Да? Их наказывали силы всякие, да, охраняющие себя. Вниз плевали горохом. Так что, да. А новая архаика, сейчас есть такая теория, что мы возвращаемся вот к этой новой архаике и должны заново отстануть. Мы сейчас проговорили то, что я чувствую, прям, это правда. Ну, так и есть. Хочется и что-то деревянненького, да? Да, как Андрей Рубанов, да, он же и руками все делает, и книжку написал про деревянного человека. Слушайте, класс. Вопрос тогда по поводу романов, друзья. Вот мы знаем много героев и героинь особенно, которые зачитывались, их жизнь как-то была определена тем, что они читали в этих французских романах. Ну, да, да, зачитывались нас. Бывало и такое. И даже я помню, как-то заболел в школе и прочитал «Мертвые души». Но почему-то мне кажется, что никто романы больше не читает. А вы про формат? Есть вообще будущее у формата роман? Да, вот мы начали говорить там про длинные тексты, короткие. Это проблема современной культуры не только в России, а во всем мире. Есть мнение, и мне оно близко, что сериалы — это эпос современности. Люди хотят, на самом деле, чтобы им рассказывали длинную историю. Короткими порциями. Короткими порциями, да. Между прочим, удивительно, но в конце 1820-х годов роман Евгений Онегин тоже печатался по главам короткими порциями. Вот сейчас время этой сериальности, но это не значит, что книга умерла и что роман, вот в нашем классическом понимании, ушел в прошлое. Нет, это останется навсегда, точно так же, как навсегда останется театр, его не победило телевидение. Навсегда останется телевидение, его не победит YouTube. Так что навсегда останется и роман, но это станет чем-то очень изысканным. Изысканным удовольствием, чтением интеллектуального романа. Причем, действительно, интеллектуального? Роман может быть разным. А вот, кстати, по поводу сериальности и то, что это не убивает книжку, вот тут выложили только что книгу Сергея Лукьяна «Коловец снов», которую он писал в модном нынче режиме, то есть он выкладывал кусочек в сеть, читатели прочитывали, как бы советовали, чтобы они хотели узнать дальше, и он писал следующий кусочек. И вот по такому принципу у нас сейчас очень много работает сайтов, так называемых прямых продаж, где люди, и там крутятся и читатели, и тиражи, и деньги. Это действительно огромное, которое в официальной литературе почти не признается, но огромное пространство литературного общения. И вот, тем не менее, вот книга, она вышла, ее можно взять, она с обложкой. То есть, получается, для одного контингента он выкладывает в сеть, для другого он привозит в книжный, и люди покупают роман. Океанинка — это жанровая литература. Это неважно, все равно роман. Безусловно. И вот мне кажется, что есть все равно роман, но как бы это все-таки развлекательное нечто, да? Это не тот интеллектуальный роман, о котором я начал говорить. А мне кажется, что произойдет очень сильное разделение вот на огромную планету, прям вселенную, жанровую литературу, куда будет фэнтези, детективы, фантастика, всевозможные, всевозможный вымысел, настоящий фикшен. И литературу документальную. Вот не только Лукьяненко в этом прекрасном магазине лежит, но и огромный стеллаж с книгами в серии Жизел, с биографиями. Жизнь человека, выдающиеся личности. Мне кажется, это сейчас очень интересно. Вот читатель хочет подлинности, человеческой подлинности. Мне кажется, это как раз продолжение той тенденции, о которой мы говорим. Да, именно так. И, кстати, продолжение, возвращение к подлинности, когда я говорю за себя, я такой вот. И при этом возвращение к тому же фэнтези, как большому эпосу, когда, ну, тот же древний героический эпос, когда вот есть герой, спасающий мир. Вот. И это все согласуется с метамодернизмом. Я сейчас завершу эту мысль, потому что я ее очень люблю. Метамодернизм говорит, у нас раньше было черное и белое, мы выбирали или-или. Так. Это не работает больше. Ну, и не в политике, нигде это не работает. Нужно принимать и то, и то. Но чтобы не получилось смешение, как принимать? Вот по принципу синусоиды мы должны двигаться вперед и колебаться. Я отсетила его манифест метамодернистов Люка Тернера 2011 года. Двигаться вперед и колебаться. То есть вот это и есть, ну, это много об этом уже говорили, даже в фонологии. Потому что что такое фонема? Это вот чередование звуков разной позиции. А в целом мы воспринимаем это как одну фонему. Вот. Так что это то, что у нас в литературе сейчас две главные тенденции. Это автофикшн, так называемый, либо просто нонфикшн, подлинность. И мифа-проза, какое-то присоединение к большому мифу, который можно вписать в всю нашу ситуацию. Это и есть тенденция метамодернизма. Но понимаете, метамодернизм, он от постмодернизма берет вот эту иронию, этот скепсис. И он принимает и то, и то, и искренность, и скепсис. Я перестал писать... Это какой-то кентавр. Это круто. Ну, круто звучит. Круто, правда. Это новая философия. Мне кажется, что это некая спекуляция и пустое умножение сущностей. Ну, не будем. А мне отзывается, знаете, что я перестал писать посты, осмысленные в соцсетях. Я понял, что это... Я выкладываю какую-то фотографию просто своего лица, а дальше я пишу какую-то историю про какого-то кочевника, который под деревом, что-то болото, какие-то птички. Просто мне надоело писать, какое счастье, какая радость, кофе, сегодня день, а давайте подумаем о том, что... Я понял, что это вообще бессмысленно. И вот то, о чем вы говорите, очень как-то... Я сижу сейчас и думаю, я тоже немножко... Метамодернист. Писатель-метамодернист. Вопрос такой. Я задавал его еще и в другой передаче, но мне кажется, он интересный. Какая книга может быть популярной абсолютно для всех в России? Вот даже не то же популярной, а событием. Так у нас же было такое событие, как раз когда все ощущали, о чем вначале говорили, какой-то непонятный нет литературы, тут выходит водолазский лавр. И его начинают читать как бы сверху донизу. То есть и академики, преподаватели институтов, и, ну скажем так, обычные люди, ну то есть преподаватели танцев, кто-то еще, читают и восхищаются. Что произошло? Произошла очень интересная вещь. То, что книгу по сути массового жанра, ну такую, ну как ты говоришь, фэнтези, детектив, лавр, он тоже сделан достаточно шаблона. Там средневековый канон с такой вот историей. И ее... Но это как раз постмодернистская поэтика. Да, но тем не менее, вот это уже такая формульная, шаблонная. Ее помещают... Постмета где-то там. Нет, я хочу сказать, что это ближе к массовой литературе. Вот в чем моя мысль. А ее помещают в премиальные списки. И она выстреливает, потому что ее начинают читать все. То же самое Гузель Яхина. Сентиментальный роман, Зулиха открывает глаза, который получает две главные премии страны, читают все. Я прочитал. Ну и как? Прошу. Интересно. То есть, и то, что ее так, рядом, сильно критикуют, что это невысокая литература, так она и невысокая. Да, ну и ничего. Вот, но просто то, что премии наши теперь вручают, за что непонятно, вот это другой вопрос. Но, получается, такие книги есть, которые интересны всем. Вот вы знаете, есть книги, которые действительно выстреливают. И Гузель Яхина, ее первый роман, да и вот третья книга, видимо, из этого, как числа, да, из этого списка. Но я думаю, что там в этом успехе очень много пиара и заботы издательства о своем авторе. Это неплохо, но это технология, а не литература. С Водолазкиным и его романом Лавр другая была история. Это действительно было художественное открытие. Потому что не было в русской литературе такого автора, который бы так глубоко знал действительно древнерусскую словесность и вот эту мифологию древнерусского книжника, скажем так. Оба эти романа, действительно выстрелив, остались, ну, такими сиюминутными, мне кажется, текстами. Мне интереснее книги, которые, может быть, не столь популярны вот сейчас, но на более долгой дистанции, они будут говорить о нашем времени гораздо глубже и важнее. Для примера такой книги я бы назвал «Ложиться мгла на старые ступени» Александра Чудакова. Это роман о 20 веке, написанный на рубеже 20-21 веков. Многие романы Людмилы Улицкой, тоже, соответственно, о 20 веке. Ну, еще можно продолжить этот список. Но это вот то, что называется «Долгое чтение». Ну, а если мы говорим о книге, которую действительно прочитали бы все... События. Книга «События», то я думаю, что если бы Владимир Путин написал автобиографию, какую-нибудь исповедь, книгу с названием «Исповедь», то ее можно было бы издавать тиражом 140 миллионов экземпляров. Ее бы прочли все. Представляете, какой был конорар. И это была бы поляризация литературы. Ее бы прочли все в мире. И в мире даже, да. Так что тут не 140, а миллиард экземпляров. Вообще, если бы Путин немного говорил про литературу, вот что-нибудь бы поддерживал в своих речах, то было бы лучше. А то вот жалуются литераторы. Путину спросили, какая ваша любимая книга? Ну, что вы читаете? Он говорит, Пушкина читаю. Но когда Михаила Дмитриевича Прохорова спросили, какая ваша любимая книга, он сказал, сберегательная книжка. У него сестра с любопытной книжкой. Интересно. А может, сейчас маленькую реманку? У Сергея очень классные мысли. Какую книгу прочитают все? Мы просто разносим это по временной шкале. И тогда, получается, он совершенно верно говорит, что та книга, которую сейчас знают только, например, профессионалы, потом войдет в наш общий фон, войдет в школьную программу. И это вот как раз и дело литературных критиков, вот такие книги нащупывать. И кто же у нас сегодняшние классики? У меня это две фамилии пока. Это Роман Сенчин, безусловно, которого 20 лет ругали, а теперь уже все так молчливо признают современным мастером. К тебе уже смирились, поняли, что ругать бесполезно. Пусть уж пишут. Ну, на самом деле, его Ирина Роднянская и Игорь Олегович Шайтанов, главный редактор вопроса литературы, сразу хвалили, еще там, пока он был молодой. И это вот, я думаю, Дмитрий Данилов, которого я сегодня уже называл. Чехов в свое время сказал, что русская литература не отвечает на вопросы, но правильно их задает, или как-то умеет их поставить. Какие на повестке дня сегодня? Мне кажется, что Россия, при том, что Россия пишущая страна, к сожалению, к моему личному глубокому сожалению, перестала быть литературоцентричной страной. Литературоцентризм как состояние культуры существовал где-то с начала XIX века, с Пушкинской эпохи, до примерно 90-х годов. И это означало, что писатель отвечает на все и за все. Он является и экспертом в экономике, и в социологии, и в семейной жизни, ну и так далее, и во внешней политике часто, и так далее, и так далее. Сейчас этого нет. Я думаю, что это шанс, безусловно, для нашей литературы обратиться к вечным ценностям, к человеческому, к тому, что было в людях и в XIX веке, и в начале XX, и сейчас. Например, это... Я чуть потерял мысль. То есть мы перестали быть литературоцентричными? То есть писатель перестал отвечать на огромные запросы общества. Внешняя политика, семейные отношения, социология, крепостное право и так далее, и так далее. Прилепин в этом формате как-то начинал, безусловно. Но я думаю, что этот... А потому что Прилепин из того литературоцентричного мира. Он как бы осколок старого иона, скажем так. Но шанс говорить о человеческих ценностях означает говорить о вечных ценностях. Например, о ценности милосердия. Ну, как минимум, вот этого милосердия и какой-то мудрости настоящей, человеческой мудрости, которая приходит к писателям с годами. Я не случайно вспомнил книгу Александра Чудакова, которая пропитана просто этой жизненной и христианской мудростью. Вот об этом, мне кажется, стоит писать. Это действительно настоящая повестка. Главное, вопрос, который ставит литература, это как жить человеку самому по себе, вне всяких идеологий. Потому что у нас мультикультура, у нас много миров разных, можешь выбирать, в каком жить. И вот как человеку это все выбирать, когда им, ну, грубо говоря, уже никто не управляет. И вот, например, Анна Козлова, один из лучших, с моей точки зрения, современных писателей, она этот вопрос решает, как человеку быть самим собой, как быть свободным, уйти от оценки. Потому что наше советское общество давало нам не только литературу и центризм, но и зависимость от оценки. Ну, прямо со школы начиная, родители, там, если ты не будешь отличницей, мы не будем тебя любить и так далее, и так далее. И вот как вот в этой ситуации прийти к себе самому? И что делать дальше с самим собой? А второй вопрос... Все-таки что делать дальше? Ну, кто виноват, что делать дальше? А что делать дальше? Отлично. И вторая, природа, вы знаете, так серьезный вопрос о природе, а в взаимоотношениях человека и природы ставит литература, причем с разных позиций. Либо это будет мифа, проза, как у Ирины Богатыревой, как у Дарьи Бабылевой, как у Александра Григоренко. То есть, когда человек попадает в такое мифологическое пространство и общается с силами природы, по-новому их узнавая, вспоминая скорее. А вот второй полюс – это Михаил Тарковский, уехавший в Сибири, там живущий, Илья Кочергин. Вот он как раз, Кочергин, теоретически осмысливает то, что не хочу мифов, хочу понимать природу, знать ее. Вот вы, горожане, знаете, как выглядит куница, мордочка у него какая-то, выдра, какие у него повадки и так далее. Мы должны это изучать. Вот это второй вопрос, который ставит литература. Есть интересный способ совместить разные традиции и природы, и мифотворчества. И в России начала XX века был прекрасный писатель Сергей Клычков. В 20-е годы, к сожалению, вычеркнутое практически из нашей советской литературы имя, он был репрессирован. Настоящий магический реализм, который состоялся в России, этот магический реализм, задолго до Маркеса и задолго до латиноамериканского. Мы до сих пор этого не знаем. Нужно обратиться вот к этим полузабытым, да, и не до конца возвращенным сегодня именам русской словесности начала XX века. издавать, пропагандировать, рассказывать. Говорить, писать, потому что весь хваленый структурализм, постструктурализм и постмодернизм он все равно начался у нас в 20-е годы. А, если речь идет о формализме, да. Да, первая же статья, написанная по этому поводу, это Леви Стросс и наш Якобсон, формалист. Вот, первая их пост, а потом уже пошел Барт и все остальные возвращать в 20-е годы. Ну, что это за инструменты? Я вот даже не знаю, как это пропагандировать, издавать. Кто это будет? Это же нужна воля на это, какой-то толчок, импульс. Кто его даст? Мы пишем. Критики? Литераторы. В том числе и критики, да. Литераторы веды. Одна из задач литературного критика создавать канон или литературный канон, или я бы даже сказал культурный канон, да, общекультурный канон и дополнять его со временем, да, поскольку мы... А технически, вот как это технически работает? Я, например, какой-то журнал условно, не знаю, какой-нибудь, заказываю статью вам про современную литературу, и вы туда тихонечко, а это как у, например, или как вы это делаете? Как это работает? Мы сделали на текстуре дискуссию по Бахтину. Да. Вот актуален ли он сегодня, и вот об этом многие люди высказывались. Потихонечку. Одна дискуссия, вторая статьи, вот в легкой кавалерии вопросов литературы, вот буду писать статью про Белинского скоро, а тут вышла статья, что типа отменяем Белинского, и вот хочу ей возразить на нее и рассказать, чем его актуальность. Не будем отменять Белинского. А мне нужно понимать его, а то его аж тоже превратно понимали. Мы только знаем луч света в темном царстве, наверное, максимум. Это Добролюбов. А? Тем более Добролюбов. Тем более, видите? В общем, много чего не знаем. А Белинский что у нас? Ну, все. Он нашим всем. Хипша какой? Где, какая у него цитата? Цитата? В России литературы нет. Да? Но это в начале карьеры, а в конце теперь есть. То есть я ее сделал. Хорошо. Что бы я добавил по этому поводу? Это очень сложный процесс, потому что сегодня литературное сообщество крайне разрознено. Университетские преподаватели, как правило, филологи, я имею в виду, как правило, не знают и не очень интересуются современной литературой и тем более современной критикой. Чего же говорить о школьных преподавателях литературы, хотя там есть небольшие вот... Анклавы. Часы, которые можно посвятить какой-то современности или поговорить на свободную тему, но это очень редко используется. Оторвано литературное сообщество от власти, которая могла бы как-то формировать вот этот новый... способствовать формированию через учебные программы, в том числе этого нового канона. Время от времени случаются, знаете, какие-то одноразовые, очень прекрасные просветительские литературные проекты. Например, несколько лет назад был проект литературного экспресса, когда через всю страну ехал поезд с писателями, и в каждом городе были встречи в библиотеках, в каких-то концертных залах с современными литераторами. На этих встречах было очень много людей, это было чрезвычайно востребовано. Но это вот один раз такое произошло, да. В каждом городе есть какой-то, как правило, свой энтузиаст, который вот готов организовать приезд какого-то писателя или критика, публичную дискуссию, встречу с читателями, книжный клуб, да. Но все держится, к сожалению, как часто бывает на этом энтузиазме. А нужна какая-то большая... Государственная программа. Государственная программа, да. И в том числе государственная программа, связанная с русским миром вообще, который выходит за границы России, с тем, чтобы русский язык и культура были известны на, в том числе, постсоветском пространстве. Вот это, мне кажется, важная тема. В образовании есть такое, Россотрудничество, они делают. Мы ездили по всяким, пропагандировали литературу и русские языки. Я знаю, что такое Россотрудничество. У фантастов есть пароход фантастов. Он ходит до Мышкина или до Углича, сейчас не помню, в том направлении, в конце каждого мая. Любой может с ним поехать и поболтать. А еще журнал «Вопрос литературы», который толстый литературный журнал, и вроде бы как принадлежит той уходящей литературоцентричной эпохе, ушедшей, он решил делать как раз вот такие проекты на постоянной основе. И открыл школу «Пишем на крыше», где есть при поддержке фонда президентских грантов специальные семинары для учителей как раз о современной литературе. И вы представляете, на последний семинар он бесплатный, потому что при поддержке этого фонда на последний семинар записалось 300 человек. Да, то есть учителям это нужно. И регулярно продолжать расширяться, находить партнеров. Вот в Центре Андрея Вознесенского же партнер, получается, в какой-то степени. Там какие-то совместные у них проекты бывают. Ну, в Центре Андрея Вознесенского много с кем в партнерских отношениях. То есть налаживать вот эту новую связь между журналами и разными. Конечно, да. Сейчас время выстраивания, конечно, горизонтальных связей. Это, мне кажется, важный вот тренд эпохи, в которой мы живем. Но без вертикальных связей нам все равно не обойтись. Вопрос. Давайте перейдем от прошлого или настоящего к будущему. Наверняка у вас есть это горячее желание, непреодолимое, спрогнозировать, что ждет русскую литературу через 100 лет. Раз оно есть, я вижу его в ваших глазах. Расскажите мне, что ждет литературу через 100 лет? Вопрос этот более широкий. Какова будет общественная роль писателя через 100 лет? Останется ли писатель в нашем понимании? Я думаю, что да. Но он должен будет очень сильно переосмыслить свое значение в обществе и измениться. Через 100 лет будет новый 20-й, и по закону исторических аналогий мы снова будем вспоминать прежние 20-е. А то, что литература останется всегда, но, знаете, пока мы говорим, пока у нас есть язык, нам будет нужно моделировать иные миры. И это можно делать только словом. Вот так, друзья, на этой позитивной ноте я предлагаю закончить нашу литературную дуэль. Сегодня в вопросах литературы и в ее будущем мы разбирались вместе с литературным критиком, преподавателем Литературного института имени Горького, редактором журнала «Вопросы литературы» Сергеем Чередниченко, и литературным критиком, литературоведом, доцентом РУДН Анной Жучковой. Спасибо большое. До встречи, друзья, на литературной дуэли.